МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году мы уже сегодня готовимся к тому, что нечто подобное может случиться снова, говорит Кнут Бернсон из миграционной службы Норвегии. Сейчас он, не жалея сил, работает над планом повышенной готовности, который миграционная служба вскоре собирается представить, отмечают журналисты. План разрабатывается на тот случай, если в Норвегию хлынет новый поток беженцев и рассчитан на то, что границу могут пересечь 60 тысяч человек. Впрочем, не исключено, что Новый год может стать самым обычным, то есть просить убежище будет не более 10 тысяч человек. Помимо палаток и барачных городков, миграционная служба подписала договор об аренде 20 плавучих отелей для просителей убежища. Это и суда, и плавучие гостиницы. Их можно задействовать незамедлительно. Кроме того, там много мест. Поэтому организаторы подписали проект договора, согласно которому плавучие гостиницы в случае необходимости будут предоставлены быстро. Словенское издание «Зурнал-24» сообщает, к 2018 году все новые автомобили в Европейском Союзе будут оснащены новой системой автоматического оповещения о дорожных происшествиях «Екол». Словения стала первой страной в Европейском Союзе, где эта система уже начала действовать, и операторы специального кризисного центра уже обрабатывают информацию, полученную из автомобилей. По словам автора материала, «Екол» представляет собой специальное устройство, установленное в машину. В случае аварии, если сработала подушка безопасности или скорость автомобиля резко изменилась, «Екол» посылает в центр данные о том, где произошла авария, куда направлялось транспортное средство, сколько пассажиров находится в автомобиле, какой вид топлива используется. Эксперты говорят, что устройство можно будет установить и в старых моделях машин, например, под сидением водителя. Планируется, что цена будет доступной. 30 лет назад астрофизик Дэниел Уитмер предположил, что в массовых вымираниях видов на Земле виновата так называемая планета Икс, находящаяся на самом краю Солнечной системы. В то время было известно 9 планет, то есть следующая была бы 10-й. Но с тех пор Плутон был лишен статуса отдельной планеты. И потому необнаруженную гипотетическую планету стали называть планета 9. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, недавно Уитмер в своем исследовании объяснил, почему его гипотеза, выдвинутая еще в 1985 году, может оказаться справедливой. Это небесное тело, по мнению ученого, вращается вокруг Солнца, слегка наклоненное по отношению к другим планетам плоскости, и каждые 27 миллионов лет пересекает пояс Койпера, в результате чего планета 9 выталкивает из него кометы в направлении Солнца и Земли. Согласно научной модели, планета может вызывать кометный дождь и чаще, но его максимальное значение достигается только каждые 27 миллионов лет. «Эти кометы падают на Землю и затмевают собой Солнце, что приводит к значительным изменениям земного климата. В итоге кометные дожди могут вызывать вымирание видов, так как не все они приспосабливаются к изменившимся условиям», цитирует издание ученого. «Согласно палеонтологическим исследованиям, за последние сотни миллионов лет на Земле было несколько крупных вымираний и целый ряд ныне значительных, причем периодичность составляет как раз 26-27 миллионов лет». Женский интернет-ресурс Women's Wear Daily сообщает о том, что французский дом моды Кинзо представил лукбук лимитированной коллекции «Книга джунглей». Ее выпуск приурочен к выходу в прокат одноименного фильма. Продажа одежды появится с 8 апреля и будет доступна на сайте компаний и фирменных магазинах. Цитата. «В лимитированной линейке представлены платья, рубашки и футболки с яркими принтами. При их создании использовались архивные иллюстрации для мультфильма 1967 года», пишет онлайн-издание. Автор материала напомнил читателям историю дома Кинзо. Французский модный дом был основан в 1970 году японским дизайнером Кинзо Токадо. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели. В 2009 году в сотрудничестве с компанией Powerplate была выпущена линейка спортивных тренажеров. Издание также напоминает. В конце февраля компания «Рибок» представила новую модель кроссовок, посвященную выходу фильма «Книга джунглей». Некоторые детали обуви выполнены из змеиной кожи. Сбоку обувь украшена изображением персонажа книги Киплинга «Питона Каа». Кроссовки выполнены в черно-серебряном цвете. Фильм «Книга джунглей» выходит в прокат 7 апреля. В отличие от одноименного мультфильма «Дисней», он снят в формате игрового кино, а режиссером выступил Джон Фавро. Роль Маугли сыграл Нил Сетхи. Разнообразных зверей из рассказов Киплинга озвучили такие актеры, как Скарлетт Йоханссон, Билл Мюррей, Идрис Эльбо, Бен Кингсли и Кристофер Уокин.